В рамках выставки-ярмарки «Еврорегион Неман-2015» в Гродно в седьмой раз прошел инвестиционный форум «Гродно на перекрестке границ». Помимо традиционных его участников, представителей Польши, Литвы, впервые на форум приехала делегация из китайской провинции Ганьсу. Мэр нашего города Мячеслав Гой поприветствовал всех гостей и выразил пожелание, чтобы итог встречи стал началом многолетнего и плодотворного сотрудничества Гродничины с другими зарубежными регионами. Так, например, литовский Друскененка уже более десяти лет является городом-побратимом Гродно. Мэр самоуправления Друскененка Ричард Смоленаускас в своем приветственном слове подчеркнул, что совместная успешная работа с нашим городом в экономическом плане в сфере туризма будет продолжаться. В заседании форума между Гродно и городом-побратимом был подписан план инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества на 2015-2016 годы. «Этот договор, который был подписан сегодня, он говорит конкретно о конкретных делах и сфере бизнеса, насчет того, что власть Гродно помогала бизнесменам Литвы, Друскененка, и которые бы хотели тут или инвестиции делать, и какие-то вопросы возникали. Также и мы на стороне Литвы, в Друскененка, и не только в Друскененка, я еще являюсь и президентом ассоциаций всех самоуправлений Литвы. То есть, у нас тесные отношения как с Гродно, так и с послом Белоруссии в Литве, и часто встречаемся, обговариваем разные проекты, объекты и так далее. Я думаю, что этот договор послужит для дальнейшего общей работы и общих целей». Кроме того, мэры Гродно и Друскененка обсудили вопросы нашей общей истории. Так, возможно, в скором времени в Центральном Гродненском парке появится музей скульптур, отражающих белорусско-литовское историческое развитие. Шла речь и о создании велосипедной дорожки Гродно-Друскененка по самым красивым и достопримечательным местам. Представителей Китайской Народной Республики заинтересовали в нашем городе возможности реализации гостиничного и ресторанного бизнеса. По их мнению, в Гродно для этого есть абсолютно все. «Город Гродно обладает очень большим туристическим потенциалом. У него очень много культурных, исторических достопримечательностей. Здесь очень чистая атмосфера, очень красивая природа. Поэтому мы считаем, что сотрудничество в туристической сфере очень возможно. Например, через вложение инвестиций строительства гостиниц, развития ресторанного бизнеса». На форуме от китайской стороны не раз звучали слова и о высокой развитости гродненских сельскохозяйственных предприятий, отметили и пищевую промышленность области и города. «Провинция Гонсу – это новый вектор работы города Гродно. И я надеюсь, он будет удачным. Здесь мы на протяжении двух дней уже ведем переговоры о разных направлениях. В первую очередь это туристический бизнес, строительство и покупка гостиниц. Второй момент – это традиционная китайская медицина и, конечно же, промышленное производство. У нас в городе Гродно достаточно площадок, где можно расположить это производство, разные виды производства промышленного. А также предлагаем те пустующие наши здания, той же завода «Ради волна», «Белкарда» и другие для того, чтобы инвестор пришел и работал». На форуме состоялась церемония подписания соглашения о намерениях с китайским «Лунанем», который, кстати, в мае этого года во время столичного белорусско-китайского межрегионального бизнес-форума стал городом-побратимом Гродно. Вероника Цыганок, Сергей Печерица. Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова